На эту игру самое интересное, что там не было момента конкретного переворота. Просто Вич и Гейминг 2 форстафа, плюс Колден Брейс и Глимер Кейп. И просто очень здорово отыгрывали в Дракон. На Рошане. Ты сам видел, да, в Дракон Рошане, например, где они все-все сейвили от всего, увозили. Там очень красивая игра была. На самом деле можно даже вот пересмотреть, будет кому-то, кто не видел. Ну да, игра сама по себе красивая. Она очень клевая вышла. Ну ладно, пожелаем Веге там удачи. А здесь Татуск. Между прочим, тот, который на ферд пик в прошлой игре. Тут где-то третьим пиком заезжает после второй серии банов. И вот та самая Дабла Туск в смесье с зомби. Как ходил очень часто у нас в предыдущих версиях. Ты знаешь, Virtus.pro имеет оппорейшн. Если они доберут еще два хороших героя туда, то... Ну вот, оппорейшн, Винга, плюс один, в принципе, она справится с этой. Там не одна Дабла, да, не стоит. Там просто любой герой лопается. Ты нападаешь на Туск, ну да лопают, слопают. Суть в том, что... Как вот в чем суть этого Туск? Ну вот он стоит сзади, допустим. Кидает свои дикеи. Ну, зомби стоит впереди, кидает дикеи. Тусик стоит сзади. Кидается у него стан, он его попадается забрать. И поехать на какого-то оппорейшн. Ну и оппорейшн помрет, потому что без станов они там тяжело им будут бить. То есть, возможно, какие-то размены будут, но тем не менее, 3 в 2. Сюда вам выгоден любой размен. Пусть даже вы в суппорта забираете. То есть, линия, в принципе, сильная. Вопрос, как ее отыграют. Этой линии нельзя умирать. Зомби и Туск. Им нужно набирать левел. Как раз получить хотя бы третий левел, чтобы был хил, чтобы был том, и вот тогда уже будет нормально. Так на первом левеле с дикеем они, ну, слабые. Да, я тоже не думаю. Типа, ну, вот шейкеры опять немножко... Это вот все, это они себя опять что-то портят, я не знаю. То есть, шейкеры непонятно. Против антайнга шейкер это вообще какой-то... Да нет, просто опять два персонажа. У них опять будет суппорт шейкер. Это получается... Слардар уходит в оффлейн, вряд ли это будет Иллидан Слардар. Не, ну, может быть, это керри Слардара и шейкер в оффлейн. Скорее всего, так и будет. Ну, да, может быть. Тогда просто бейм плюс один керри этого шейкера могут просто изнасиловать вдвоем. Да, да. А тут Скандайенгс постоят против триплы спокойно. Ну, спокойно, неспокойно, это все-таки вопрос. Я не верю, что если к Слардару и Апарэйшн возьмут еще какого-нибудь... Ну, Вингу или Рубика могут взять, тогда ладно. Ну, любого героя рейнджевика со станом и... Не верю я, что на первом уровне Туск реально кого-то спасет, а они кого-то убьют. Начнут бить просто зомби даже без станов. На первом убивают, да. И просто забьют его лапами. Ну, Тусик в мид придет, там, что-то там подпортит жизнь. На вертиспро предупреждали, я говорю, ФНГ, что не надо булочки свои расслаблять перед ППД. Он знает, как этот драфт проводить. Ну-ка, Егор, что вы скажете по поводу расслабленных булочек в ФНГ и... ППД. Петра, гения Петра. Скажу, что вы правы полностью. В булочке расслаблять не надо. Да. Да, правильно. Тайни камин ин. Кстати говоря, все чаще. Тайни камин ин без всяких... Без повтов... Вообще, без всего. Соломедл. Просто тайни камин ин и да, и поехали. Кстати, вот то, что мы смотрим игры, по-моему, ни разу в бане и не был. Да и в пике тоже. Что-то... Ну, Виртус Про, видимо, решили играть без него. И... О, блин, этот герой мне нравится. Очень удивленных ударов. Но против Тинни мне не нравится этот герой. Что-то не знаю. Тинни... Я действительно считаю его имбалансным героем, потому что даже... Ну как, Лизк дает ему начальный баф. Если ты пережил этот момент, там, на ботлах как-то потерпел, где-то там убил, получил даггер, то ты потом уже, по сути, не зависишь от Виспа. Пусть ты не особо ДПСишь, но рассказ у тебя такой же. А тут у тебя такие герои, что ты можешь давить реально далеко, и, по сути, тебя может и спасти и Тусик, там, как-то и похилить зомби, и вы все толстые, все четыре героя толстые. За Виспа нельзя брать. Ну, Виспа не надо. Но в плане того, что вот сейчас люди пришли к тому же, что Тинни это очень крутой герой, и без этого, ну, помощи от Виспа, то есть он, да, он не такой самодостаточный, то есть он там не кастует все направо-налево, не фармит все стаки, он там более экономный, но, тем не менее, в драке он такой же сильный. Ну, да, если доходит до Лейта, он, в принципе, вообще ничуть не слажет. То, что в Лейте обычно Висп уже не так-то часто дает вообще этот ему оверчарж, то, что Висп там терпит все время, его... Да, его фокусы пытаются, да, постоянно. Ну, да, он там страдает сильно, тянет там и так сам по себе. Пушал Моншард, и у тебя тот же самый Атак Спид, защиты, правда, меньше, но... Кучил Тараску, у тебя, влези, защита есть. И все нормально. И все в порядке. Ну, и остался какой-то керет для Артизи. С таким пиком должен быть тоже какой-то полуактивный, наверное, персонаж. Который там может оказаться у нас с Гирой Читовбаней. Эмперс Перри. Я думаю, они сейчас какого-то должны соло персонажа пикнуть для ЕГЭ, чтобы он стоял спокойно, один на один мог стоять. Ему Бэн чуть-чуть холпанет, а потом Бэн постоянно будет ходить в мидл, помогать своими тени, напрягать эту лину. Свои скину. О, да нет. Им нужно Жанжовый какой-то. Слишком много уж милишников против все-таки Шейкера, Парышна, что-то... Это да. Длины. Да и если будет линия из-за ряда Тушко в Рейскент, ну, что это за линия вообще? Квинов. Да нет, милишников после 4 милишника это бред уже. Ну, да. Ну, вот, кстати, забанил Разор, который им-то и неплохо самострелся. Ну, это получается, Сумаил на Тимбере опять, видимо, Бойту, потому что он уже играл один раз. И это Кэри, Тинина, ну, ЕГЭ немножко, ну, вот, что-то такое. Мне нравится, да, такое, соус-соус? Ну, ну, странное просто. Ну, как по мне. Ну, неожиданно и вообще удивительно, как они будут ставить эти линии. И причем тут, собственно, Тимберсово. Вот мы как раз обсуждали, что все-таки лучше... Что без повода его брать тяжело. Да, или против иллюзионистов, или может... Ну, в Вегу сейчас обыгрались два персонажа последних. Как раз и Тини был, и Тимбер был. Все заехало. Да? Да, но у них там и Свен был, и кто-то и еще. И опять Вивер. И Вивер. Ну, кстати... Ну, если это будет опять тот же самый Вивер, это будет... Виверу здесь так вообще будет тяжело в этой игре. Виверу здесь надо играть... Виверу надо играть не через аганима, а нормальными артами. Так, в том-то и все дело, что нормальными артами тебе нужно дожить хотя бы до БКБ, там, линки какой-то или чего-то в этом роде. БКБ это второе арт. Одного БКБ тебе будет мало, и, то есть, ну, во-первых, Бейн, тоже он тебя схватил, и нужно всей твоей команде идти спасать. Там, или Шейкеру, Фишури, или что-то еще делать. Вот, то есть, Виверу конкретно тяжело будет именно в драках до БКБ, и после этого тоже есть и Варлус Панч, и так далее. Посмотрим, насколько будет тяжело Иллидан по десятибальной шкале. Прямо сейчас мы это узнаем и передаем слово нашим комментаторам. Третья решающая карта Evil Geniuses против Virtus.pro начинается прямо сейчас. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз. С вами по-прежнему мы, Адекваты Каспер, и мы продолжаем смотреть Virtus.pro против ЕГЭ. У нас уже игра практически в самом разгаре, мы уже можем представить эти команды. Ну и, наверное, начнем с злых гениев. Юниверс будет играть у нас на Тускаре, Fear вновь на Ондайнге, Питер Даггер, он же PPD, Бэйн, Сумаил, Тимбер и Артизи на Тиньи. Ну и Virtus.pro. В НГЭ будет играть на Инштопаришене, Год в Мидуу на Линне, Лил, Суппорт ЕС в этот раз, Фобос будет играть на Слардаре, ну и остается, конечно же, Иллидан на своем фирменном виверочке. Ну что, зажимаем кулачки за наши две СНГ-команды, которые им сейчас предстоит не самый простой бой. Третью карту нужно выигрывать и тем, и другим. Так что посмотрим, кто пройдет все-таки в верхней части, и все-таки кто еще будет за нее драться дальше. Итак, контроль Царуна снизу, ребятами из ВП. Да, на топе, конечно же, будут забрать ИГ. Я так понимаю, что решили полюбовно разойтись, никто никому вредить не хочет, и ребята, да, ребята просто разбегаются. Восвояйся, причем Сумаил идет на легкую линию, а в миде будет стоять Тинни Бэйн. Вот такую интересную перестановку сделали ребята. Не, ну вообще линия может быть тут совсем неприятная, если Тинник хорошо наберет лвла, если Бэйн будет качественно помогать, то с прокаста Готу можно убивать совершенно спокойно. То есть Бэйн с каким-то условным там первым-вторым брейнсапом, Тинни с 2-2 прокачкой, ну условной, можно, можно и разобрать. Никитан действительно очень серьезный, Готу нужно будет держать дистанцию постоянно, иметь в виду то, что здесь ППД рядышком, может сюда заслипать. Ну и, конечно же, за подстраховки стоит Лил, который должен будет... Тут Сумаил у нас умирает. Да, он умрет. Ты еще одна и... Под швычами, да, минус. Причем, ФНГ решил забрать себе Феррс Блат. Так он через пассивку играл на первом уровне прокачки, естественно, не было эскейпу, не на тимберчине никуда не уйдешь, его просто заклевали с руки. Вообще, раньше ты считал, что это одна из самых сильных трипл-линий, когда есть и аппарат, и вивер. Вивер под аппаратом, боже, сколько это жестко. Удары потом под джиминет атакой. Еще и визажа туда какого-нибудь замедления. Это вообще кошматы, просто ужас. И они режут с такой силой, что подставляться под эти тычки не хочется вообще никому. В частности, Сумаил страдает. Ну, вот смотри, в этот раз у ребят из команды Virtus.pro по линиям хотя бы нет проблем больших. То есть у них вивер нормально стоит против тимбера, у них лина более-менее нормально стоит, ну, правда, там дабла против нее, но у нее тоже будет небольшая поддержка в лице шейкера со временем. Так вот, и, кстати-кстати, лина сейчас на самом деле рискует, но у Тини не остается маны. То есть там только манга может чудодейственное спасти сейчас того же Артизии, ну, вернее, убить года. Вот. И Слардар. Слардара на топе тоже тяжело забирать. Потому что он просто жмакает стан, как только на него вкатываются, и уезжает на спринте. Все, дальше его ловить нечем. Да, вот у плана расстановка по линии ВВП получилась действительно очень-очень грамотная. То есть виверу стоять против этого самого вандаинга и тускарочка было бы непросто. То есть на так без хп еще дикейм бы, ну, там лишнюю часть силушки его забирали. Слардар, да, действительно, иметь возможность уйти в случае атаки на него. И спринт имеется, и стан имеется. Так что пока по линиям все круто. Вот тут, смотри, сейчас вкатывается на него, встан и на спринте уезжает. Все очень просто. Ой, неудачная шарц, Фобос из них просто выходит. Ну, Фобос на самом деле немного рисковал, потому что ушел именно в лес. Ведь могло произойти иначе. Он мог реально застрять в этих деревьях, и оттуда было бы очень тяжело убежать. Если бы просто побежал прямо в любую сторону по линии, то там, даже если тебя закрывают, ты, ну, оббежал, выехал, и, в принципе, все более-менее в шоколаде. Просчитал, скажем так, Фобос. И знал точно, что выжил. Calculated, все верно. Ну и пока 1-0, ВП впереди. Все более-менее снизу по-прежнему пытаются напрягать они товарища Тимбера. Ну, тяжеловато, конечно, 0 единиц брони. И Лидан настреливает. Уже Эджимент Атак появился. Вот он кидает даже за сформы. ФНГшка здесь. Cold Fit на Сумаил. Сумаил нужно из-под действия заморозки уходить. Уходит. Получает еще парочку тычек. Ну да, он пока уходит, еще пару тычек получает. Это, конечно, совсем неприятно. Видим, Илидан опять хочет напасть. И в этот раз нападение... Кстати, недалеко ушел Сумаил. И Лидан его догонит и убьет в джиме на этой атаке. И еще одна тычка долетает! Да ладно, 10 хитов! И живет, видите. Там еще и подтянулся PPD. Да, не получилось. Не повезло немножко ВП. Лидан себе что-то приносит. Купил себя к вилку. Да, ну вот нам подсказывают то, что Virtus.pro 6 из 8 игр против Тимбера победили. Ну, возможно, знали, что с ним нужно делать или чего против него делать не стоит. У нас тут Фобос со вторым, кстати, уровнем и с нулем хрипов. То есть тут его пока, видим, зомби основательно достал. Это, конечно, совсем неприятно. Артизи в миде, правда, пробивает сейчас год ДА. Там еще Шейкер потянулся, у которого опять будет фиссура совсем скоро. Тут мы говорили о том, что есть у вас большая вероятность того, что Года здесь будут убивать. Ну и при этом надо понимать, что и Артизи тоже рискует быть убитым. Все-таки год имеет неплохой левел. Левел 5 уже скоро появится. Шестой. Можно будет там парочку нюков в него всадить и убить. Так что расслабляться нельзя. Тем более, что Артизи по левелу пока проигрывает Лине. Это нужно учитывать. Ультимейт появится у Годы, и Год будет намного опаснее. Ну да, тут вот комбинация через того же там Шейкера Лина, то есть дается фиссура издалека, а потом кидается стан Лины с полным ее прокастом. Она опять же имеет место. И не удивлюсь, если пару раз мы увидим какие-то фраги подобного характера. Здесь даже можно и станом в таком году особо не попадать. Ну что ты, Dragon Slave, Laguna Blade это в принципе уже хороший раскаст. Лил главное попридержать немножко противника на одном месте. Так, тут нас опять Сумаила внизу начинает прессовать. Блин, как же больно. Это просто жесть. Забегает. Иллидан. Не слишком ли далеко зашел. Делает фраг. Прожимает скиги. Тут же на сноуболе. И Шардей. Юниверс красавчик. Юниверс. Простянулся вовремя, да. Отомстил, скажем так, за смерть своего тиммейта. Ну вообще, конечно, Тимберсол здесь довольно знатно подфидел. Не попал он Тимберчейном, кстати говоря, поэтому Вивера забрать сам не смог. Ну, Юниверс молодец. Юниверс 1-0-0. Формил на топ линии очень хорошо Юниверс. Смотрите, какой у него крипстат. Фраг сделал один, причем на керри противника. Не топовый этот ворс имеет, смотри, Юниверс. Зато сейчас Фобос сможет немножко выдохнуть, потому что спало напряжение на топе. Получает он 3-й левел. Добивает первого крипа 5 минут 22 секунды. С легкой линией, да? Да, да, да. Я говорю, папочки обычно тебе уже пишут, что ты там на легкой ничего не нафармил. С одним сапогом, да. С одним сапогом. Как ты вообще так играешь? Тебе же изи лейн. Изи с английского легкий. Легко должно быть фармить тебе там. И пофиг, что у тебя три пацанами сила. Ну, правда, тут не три, тут два, но очень осторожно действовал с лордар, не хотел умирать лишний раз. Ну, его задача получения экспиринс, конечно, на получение, ну, насколько это возможно, ближайшего блинк-тагера. Возможно, даже вот Фобос, играя ноуфлейн с лордаре, по факту, да, не будет раскачиваться через блинк. Попытается купить себе, возможно, транквилбуцы и через форстав поиграть. Форстав, кстати говоря, тема очень хорошая на с лордарочке. У нас Юниверс опять поехал на нижнюю линию. Опять шарды, только в этот раз по крипам, а не по виверочку. Эльдан продолжает агрессивничать на этой линии, бегает с шокучами третьего уровня прокатчики. Так, развлекает Юниверс, на самом деле, кто кого развлекает? Так, Эльдану нужно понимать, да, что хп у него не так уж и много, и даже айшарс больно про него продает. Ну да, вивер тонковат, на самом деле, поэтому какой-то там шарды, брейнсап, или, ну, в принципе, появление Бэйна на линии вивера должно очень сильно угнетать, потому что Бэйн вообще всеми возможными способами может его законтрить и подслипать под кого-то, и пофинсгриппить потом в дальнейшем. Ну и тут тоже, знаешь, двоякое такое мнение. Линка, она тут и нужна, и не нужна. Не нужна, потому что только один Бэйн, по сути, есть. Все остальное, ну, весь остальной контроль, это там условный сноубол и валрус панч, это должно до тебя доехать, нажаться, то есть это очень много времени уходит. Так, у нас там внизу сейчас прогнали Тускара, так вот. Так что, БГБ покупать тогда? Ну да, и вот, типа, БКБ выглядит более оптимальным вариантом. Потому что сбить тому же Бэйну, там вообще есть много чем есть. И Фиссура, есть и Слардар, есть и Лина, и все что угодно. Вообще, придумать на самом деле идеальный, оптимальный айтембилд для этого самого Вивера будет очень сложно в этой игре, потому что сам по себе довольно хиленький герой, и вот тут подмечено было, что ЕГЭ это все-таки набор артефактов, набор персонажей очень-очень плотных, очень толстых, и они в момент драки могут быть много в Сулриф, Сумаил. Да ладно. Номирает им сиреним Сумаил, Кот пытается снести томбу, отходит, Фобос там зажался, станп выдает по Фиру, Котту, Артизи дал раз в каст, Артизи идет до конца, МП нет, он просто преследует до конца, пытается, чтобы Бэйн подошел рядышком и дал про каст, Бэйн тоже не достает, Кот просто отхиливается и выживает, Фобос там тоже ушел, ну и размин получился один в один, кстати. Да, да. Ну, плюс внизу не получилось там тогда убить и Парижина. Вот он опять у нас уже на топе появляется. Он же умер или нет? А? Вроде умер. Пангшечка. Погиб уже где-то. Ну, да, 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 да. Туск, туск, туск. Добил, добил. Точно. Хорошо на него тогда набросился. Забыл. Да, ну и год смог один разочек свой ультимейт прописать вполне себе, кстати, удачно. Фракт они сделали, а это значит, что Линус становится активно, играет через ПТЭК, так говоря, не через Фейзы, то, чтобы плотнее быть. И ждем победения Вилл. Там Артизи в те времена ускоряет довольно серьезно. ФНГ пошел, пытается поносить ФНГ от проката. Артизи, он хороший, замерзает Артизи под этой фиссурой. Еще одна тычка, Лина полетает. Ой, да ладно, отбивается из Тики. Боже мой, Андайен их делает минус на аппарате. Лилл тоже под двумя зомбаками. Нужно уходить вообще отсюда Виртус Про. Подходит Бэйн. Ну, что самое обидное для ВП своей цели-то, они достигли ЕГЭ. Они убили этого самого аппарата. Да, там Артизи так довольно серьезно, конечно, пробегался, подставился, подзаморозился, но он не погиб. Артизи вообще непонятно, как там ушел. Эти стики задроские. Ладно, в Шатусе приобретает. Еще немножко плотнее стоит. Лина! Бэйна! Новая лагуна! А это значит новый килл. Ну и год пока два из двух, что называется. Был сперва ассист, теперь фраг. В порядке, выходит на первую позицию по Нетфорсу. Покупает себе брейсер, кстати говоря, очень интересно. Зачем мне тут брейсер? Кому линия? Да, в Драма Фэнджио, что ли? Да, любопытный брейсерок. Нет, я готов был барабан увидеть, например, на бивере. Нет, просто это возможно как раз для того, чтобы не умирать с прокаста Тини с банального, потому что ХП тебе все равно необходимо. Тут ПТ на силу. Да, тут ПТ на силу, тут барабаны. чтобы у тебя просто был как-то уверенный там тысяча, тысяча сто ХП, чтобы даже если тебя нападает Тини, ты терял там максимум половину. Вообще да. То есть мы знаем, на что гораздо Лина. Помимо того, что у нее бёрст дэмэдж хороший, она еще и на дистанции в замесе может несколько раз подряд свои прокасты выдавать. Это очень важно. Поэтому года с нюгом противника умирать, конечно, не хочется. И нельзя ему это делать. Покупает рецепт на Драма Фэнджио, все-таки там барабаны, да, полноценные будут, такая вот статовая Лина. Интересное, да, решение. Вполне оправданное, стоит сказать. Очень так же важный момент с вивером, потому что если Эллидан будет собираться так, как он собирался, например, в прошлой игре через вот эти аганимы, ему вообще урона не хватит. Вот просто физически урона не хватит для того, чтобы хоть кого-то здесь пробить. Там тот же Undying, Тини, там, Тимбер, я не знаю. Минус армор от Слардара это, конечно, замечательно. В случае, Свар мы будем тоже минус армор. Ну да, вообще, согласен с тобой полностью. И попадаться ему под проказ тоже будет ни в коем случае нельзя. Вообще, опять же, мы приходим к тому и возвращаемся к тому, что Эллидану сложно придумать грамотный айтембилд. Ну да, на защиту тут очень много нужно всего. Кстати, Слардар находит сейчас Артизи, Эфира, выкидывает минус армор, Слардар, 100 хп остается, дает стан, но умрет он, наверное, здесь. Да, закидывает еще чакрам Сумаил и пятеро игроков ЕГЭ в миде. Ну, Фобос так неаккуратно получилось у него, он залетел, стан давать под спринтом, после стана естественно получает проказ и погибает. То есть спринт там вообще прожимать было ни в коем случае нельзя, но в итоге подставился. Ну, в любом случае, тем, что он спалил противника, он не дал погибнуть кодов. Абаришин умирает на нижней линии, пытался сделать тэп-аут. Видя Артизи, ты посмотрел, а куда плейд? Артизи может жить или нет, Эллидан будет за ним до конца идти с формы. Артизи погибает, можно драться дальше, например, Фьера прогнать, Эллидан будет до конца, Эллидан. А, Фьера здесь убьют. Подши кучами. Эллидан подсвечивает. Бить надо, бить, бить до конца, бить, убивать. Вот он минус. Хорошо. Даблкил Эллидан. Замечательно. А Бэйн там вообще каким-то чудом убежал, у нее 60 хитов, я смотрю. Тоже за бачок держится, немножко поплохело Бэйну. И кровь струей идет сбоку. Ну, вообще, абсолютно неплохо получилось АВП, и опять же, вот реализация прокастов в год. Вообще, там год, как герой с мид-линией, как Лина, демонстрирует очень хороший геймплей. 12-ая минута, 1-0-3 стат. Покупает себе барабаны, и теперь СХП порядок, и СМП порядок. Ну, пока, вот, скажем так, взял игру на себя, что называется. Молодец. Да, ну, вообще, ждем, естественно, появления хороших артефактов на Слардаре и на Лине. То есть, у Слардара, как я понимаю, это будет форс-стап вообще, а не Блинк Даггер. Лина, я вообще не понимаю, будет собирать Юл или Аганим, вот что-то в этом духе. Вообще, вот нужен ли Юл? Вот прям в этой игре конкретно. Ну, типа, и да, и нет, опять же, то есть, ты и Байна, опять же, лишний способ имеешь подконтрить. В принципе, Юл на Лине не самая плохая идея. Ну, к тому, что, вот обычно, для чего ты покупаешь Юл на Лине? Для того, чтобы вот контрить с таких героев, которые имеют блинки, эскейпы, чтобы можно было посадить на стан. А тут, типа, милишник-милишник, сноуболом залетели, они все вот у твоего противника, они бьют там Элидан, они условно бьют какого-то... Ну, это работает еще так же, как личный подсейф, не стоит забывать. Да, согласен. Как раз от того же сноубола просто подпрыгнул и сидишь себе, ждешь на ветерках, когда там внизу весь этот кипиш рассосется. У нас тут нижнюю вышку собираются Игоя забирать, опять же, тут целых четыре героя. Вообще, мне кажется, в этом варианте плохого вроде бы в этом ничего нет, ну, что Дублейд тоже неплохо выглядит. Пока покупает себе став в год, то есть, скорее всего, это будет все же его. А снизу тавер ребята из Virtus.pro отдают, забирает Симберсоу и на топе пытаются в размен выйти в ВП. Элидан подпушивает аккуратненько, Лил рядышком. Не хотят давать дуна этому самому таверу, Фиссура вешается, там сноубол, Лил, Валатас, панчи, погибает. Да, Элидан вовремя среагировал, нажал таймлапс, успел уйти из подаваланча, а вот у шейкера таймлапса не оказалось почему-то. К сожалению. Да, и он уйти не смог. Плох тот герой, у которого нет таймлапса. Говорят. Да? Нет, такой живучий. Да, ну, в итоге и тавер получил с дунатью ЕГЭ, и фраг сделали, счет 6-6 становится. Счет года идут убивать, слушай. И, возможно, даже это получится, потому что финсгрип есть. Да, вот он год опалился, идет у нас чакрам, ну и раз пополам или здесь года. Ну вот опять тот самый фарм, в неведении противника, непонятно, непонятно, что здесь сделал один год. Еще один лишний фраг остается противнику. Ну и вот потихоньку ЕГЭ начинает зарабатывать все преимущества над оппонентом. Пока по деньгам это 3000, по экспериенсу чуть-чуть плюс 500 вышли. Но, опять же, динамика пока не в пользу команды Virtus.pro вообще говорит, потому что Лина немного приостановилась. Да, все-таки это будет Юл, у Лины. Так вот, Лину сейчас убили, это, естественно, неприятно. Лина сама вот так вот в соло пойти как будто убить тут пока не может. Ну просто потому, что все жирные. Единственное, наверное, бэнс, который можно попытаться разобраться, просто за счет того, что у тебя, точнее, у Бэйна очень долгие анимации на его обилках. Пока он там отожрется, пока он там еще что-то жмакнет, можно попытаться его убить. Угу. Так, Элитан что-то себе приобрел, кстати говоря, что это? О, Гарклаб, Элитан. Неужели это БКБшка или все-таки Аганим? Что покупает? Я не знаю, мне не нравится Аганим здесь вообще в любом его виде. На Вивере на линии понятно, что нужен, но Вивера не может как Алхимик Аганим и другим дарить, поэтому сорян. Так, Фобос залетает или на подвордом, пробегает. Видите, это прекрасный ЕГЭ, ЕГЭ сейчас могут просто скооперироваться, подтянуться, дать какой-то ответ, но Фобос также понимает, что скорее всего обнаружили, разворачивается, упекает. Ну и эскейпа как такового у него пока нет, нет форстафа, то есть недоформил еще, поэтому стоит бы придержать немножко себя. Ну да, вот эти движения без форстафа, такие агрессивные, они тоже могут быть достаточно рисковыми, они и так в принципе рисковые, потому что оказался бы там какой-то Бэйн, кинул бы условный слип и все, и Слардара бы там разобрали, скорее всего. Ну да. Так, что-то у нас Артизио, Артизи 2000, что Тинни тоже собирается себе блинк покупать, но вот у Тускара блинк уже есть. А Тускар вообще очень хорошо отят и блинк, и Мерка, как раз таки все, что позволяет сейчас драться 5 на 5 ЭГ, у них есть Томпстоун, у них есть Меканцем, это очень много на самом деле. Тут, конечно, во многом будет зависеть действия ФНГшки, кем будет Айс Бласты раздавать, но, как известно, на всех Айс Бласт не дашь, а Мека все равно очень крута. Да. И Бладстоун, боже мой, какие хорошие артефакты. Как же их много, этих артефактов, и Вирту сам заходит. Их тут, скорее всего, кстати, даже и не видели. Аккуратно очень пропитали. Тут Лил, игра в имитацию у него начинается. И подставляются, ЕГЭ, вроде так и чуде, находятся противники, стараются держаться вместе. Блинк покупает себе Тинни, там есть смок у Бэйн, но сейчас будет ответный смок какой-то в исполнении ЕГЭ, ну, ровно после того, как они увидят противника на карте вообще. А никого не видно. Ну да, пока совсем непонятно, где находится команда ВП для злогени. Вообще, если посмотреть по артефактам, мы видим, что командный артефакт у ВП единственный, это Драма Фэйнджеранс, а там у ЕГЭ крутых артефактов уже очень много. Это и Блэдстоун, Мека, два блинка. Ну, то есть, вот прям по артефактам видно, что сильнее. Ну да, вот ключевые, ключевые артефакты, они уже появились. У Виртузов к этому моменту еще нет, потому что Вивер голый, Лина, ну, к Лине, я так понимаю, Юл уже должен лететь, и Слардар еще даже без Форестаффа. Забегают, забегают у нас ЕГЭ, пробежались по чужому лесу, никого здесь не отыскали, и видим, что ВП тоже подозревают, что противник где-то, наверное, их выискивает, спрятались под своим Тир-1, вот Курьерчик, Курьерчик, Клики прошли, Мазклики спрятались в ВП, и есть Юл, Бейн заходит, всех прекрасно видно, все читают друг друга, выходит год, слишком, слишком, он подставляется, выдержит. У него есть Юл, вот он, вот как раз Юл на подсцине, залетает ульт, также Лилл с прокастом, ну как же, какие же жирные герои у ЕГЭ, слишком мало дамаги, не могут пробить вообще никого, в итоге практически фуловые герои, злодейниев. Ой, летан, таймлэпс очень неудачный, выходит из инвиза, после таймлэпса и погибает, минус 5 по спалению ЕГЭ, ну да, то есть они... Просто жирные. Да, да, ворвался, обратился к СЛЭМ, МТЕС там, что-то дал, не почувствовали ЕГЭ абсолютно, вообще никак, и дэмэджа не нанесло никакого, год не раскистовался тоже, в итоге 0 дэмэджа за драку нанес, но он фокус поймал, вообще, очень странная ситуация была от ВП, я не понял вот этого, одни прекрасно видели, где находятся противники, они стояли под своим тавером, но год почему-то подставился первый, он просто вылез, вылез и в итоге получил в себя фокус, зачем? Ну, может как раз потому, что у него Юл был, и он сказал, типа, ребят, я выживу, если что, могу на себя забайтить, типа, пусть на меня вкатываются, потом шейкер подключится, но, да, урона, урона мало, слишком мало, Лина погибает слишком быстро, слишком много таких микромоментов, не в пользу команды Virtus.pro сейчас произошло, слушай, это БКБ на Бивере все-таки будет, ну, такой вот, жирненький, Фобос ускоряется, по-прежнему нет форстафа, ну, как ловить Артизи, год, и хороший Эваланч, замечательный, замечательный Эваланч, куда ППД пошел, ППД, слип дал, может, кисуру получить, ППД тут сейчас еще всех поубивает, потому что тут, валивается, тут же Тинни с прокастом стосом, ФНГ срезает, также Сумаил уже, Unstoppable, Timbersole, перехват, нет, не добивается, и Слардар, Слардар голый, все, нет Слардара, вот, говорили мы, что по линиям вроде бы все нормально, но, как оказалось, нет, вот этот первый крип на шестой минуте, был показательный, то, что Слардар, из-за тяжелых своих трудовых будней, до сих пор не может себе купить вообще ни одного артефакта на мобильность, уже за ним еще там толпа замоков, когда это вивера тут пытаются убивать, вивер, бедняжка сматывает, Станлэпс поражал, планы перехват на него, и нет, не поймали такие литана, ну, вообще, видно, вот, прям по этим файтам, что не готовы игроки Virtus.pro сражаться, как персонажи не готовы, они просто не раскачались, то есть готов убивать только год, все, остальные не бойцы, блинков нет, форстафов нет, ничего нет, без артефактов абсолютно, недособранный вивер, который тоже не боец без демеджа, зачем лезть в эти провокации, подставляться, эти драки 5 на 5, непонятно, хотел бы так же год, просто убивал там кого-то, а с парней в таклет фармах. Год не может убивать кого-то, год может только, я не знаю, какого-то Бэйна пытаться там быстренько щелкнуть, или под валивание Тускара, стан закинуть качественный, потому что в соло он никого не может убить, все жирные, тут нет тонких персонажей, даже Бэйн, он достаточно статовый, там 900 хп, плюс у него еще 10 зарядов стики, то есть если Лина его поймает, и придется там добрую, там 1100-1200 демеджа наносить. Мандайник еще есть цель, конечно, ну да, я с тобой абсолютно согласен, и ЕГЭ-то мы видим по одному особо не бегают, если посмотреть по их перемещениям, это все-таки командные какие-то, такие сдвиги по карте, и кого-то одного выцепить практически нереально. Вот Год бегает, он опять же пытается это делать, он стоит под инвизом, он ждет, но вот сейчас увидит, например, того же самого Юниверс, но он не один, там рядышком еще тиммейт есть. Да, и Владмир еще появляется, ко всему прочему, у ЕГЭ. Тимбер и Блинк Даггер. Пять побед из пяти с Блинком. Ну, вероятно, потому что Тимбер в такой ситуации, когда он покупает себе там быстрые Бладстоуны, Блинки, он уже слишком силен. Он уже уверен в себе, да? Да, он уже уверен в себе, поэтому он может неплохой ветер творить на карте. Так у него 15 зарядов на Бладстоуне, он только купил себе Бладстоун, и у тебя что-то фраги, фраги, фраги. 15 зарядов, вообще непонятно, что с этим делать. Там год, что-то леса бурит. А, вышку он тут забирает. Хорошо, забрал вышку, и моментально тапаут. Тогда норм. Да, все замечательно. Огрклаб себе приобрел. Ну, тоже, видимо, по КБ какой-то пойдет. Тяжела, тяшла ситуация в Виртус Про. Денег они, опять же, зарабатывают сейчас меньше на карте, нежели это делать ЕГЭ. ЕГЭ сейчас довольные собой продолжают пушить, давить Тир-2, драться, отбивать свои Товы, ранее в коем случае ВПН нельзя. Да и нет желания, думаю, никакого. Ну что, сплитить до последнего, ждать своих блинков, ждать своих артефактов, ждать своих БКБшек, наверное, потом попытаться сделать. Я не знаю, как выкручиться ситуации. Да, надо затягивать максимально, возможно, в тот же лейт, потому что у Тимбер, например, урон сугубо, грубо говоря, лимитированный. Он не может там просто бесконечно всех убивать, несмотря на то, что даже у него маленькие колдауны. Так что остается, по факту, там одна грозная цель, там это Тини, а у Virtus.pro очень много неплохих лейтовых персонажей, как бы даже их суппорты не особо выбиваются из этого течения, по тому, чтобы лейте повоевать. Как бы, Operation неплох, Shaker неплох, единственное, что БКБ придется пережидать вражеские. Смотри, какие ВП хитрые, они под смоками, решили за Тирошана быстро забрать под Amplify, но по-моему, ЕГ читают этот момент, Сумаил закидывает туда свой ультимейт, дальше пошел у нас Юниверс. Какая фиксура замечательная, какая была замечательная фиксура, в итоге задержалась нападение команды Evil Geniuses. Линда, замечательный прокаст, их на своем отлилом, слишком мало, опять же, урона забирают пока только одного Тини, хотя, слушай, Юниверс, на ветрах, будет стан, под ноги, под Amplifyм, резать, убивать, резать, убивать, убивать, и резать, убивать, что-то, хорошо, дальше ветраца можно, год пытается уйти, хоба стала УКБ тоже сматывается, Лидан уже без ультимейта, поэтому надо тоже убегать, и на спринтах, бежать, 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 слушай, в целом-то неплохо получилось, два в два размен. В целом, совсем неплохо, там, Вивер, правда, заходит, да ладно, вернулся, про центришник, Илитан, ну что? Неужели ты думал, что на Рошане нет центряка, в ряду, они его после его ультимейт, после там Лэпса, в инвизе, уже давали слип, то есть он должен был знать, что там центришник есть, так в том-то и дело, зачем вообще сюда было бежать, 40 секунд, в итоге не будет Вивера, и Рошан достанется команде ЕГЭ, Илитан, ну да, тут Самоил, ну конечно, уже четвером находится, здесь ребят из ЕГЭ, Айс Бласт вроде неплохой, под фиссуру, залетать на продолжение уже не будет, раньше там был прокат Лины, сейчас у Лины ультимейт в откате, отдают Аегис, и нужно убегать, Лил, 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 да, Лил ушел, Лил ушел, Фобос тоже ушел, и Аегис ушел, в команду ЕГЭ, да, неприятненько, и очередные заряды в копилку, Слушай, там Кинью, с блинком напал, поймал, правда, фиссуру в ответку, Смаил 18 зарядов на Блэпстоне, 18 кау, Слушай, он просто идет вперед, он просто идет вперед, один, да, у него реген 24 единицы маны в секунду, поэтому он ее тратить не успевает, так как она у него регенится, так, пошел с ворм, есть слип, были данные, льда нужно запустить, но пол левелин, разбирается, прокастовал, распанчился, Смаил делает год лайк, вивер, без байбека 50 секунд, но здесь как минимум упадет в Тир-2, в идеале для ЕГЭ они смогут пытаться сломать сторону, да, в итоге минус-товая рулька, и ей с прежним остался, ВП, ВП, сказывается, сказывается отсутствие инициатора у Virtus.pro, что Фобос пока не может поддержать драку, то есть со своим форстафом, но он не может просто подойти сейчас и ворваться, вот тут, посмотри, тут целая толпа людей, вот тут вообще стан с Лордара, стан Лины, вот этот полный прокастик, какой-нибудь ульта Паришина, все умерло, а это невозможно без блинка на Слардаре. Да, ну и без блинка на есть, соответственно, тоже. Да, и без блинка на Шейкере, ну, если Шейкер там еще суппорт, как бы бог с ним, то, ну, Слардар. Ну, вообще, конечно, мало кому фарм в этой игре доставалось, наверное говоря. Вивер вроде свое получил, но он свое получил ровно на БКБ, а это, ну, пока это не решает, БКБ мы с ним не спасали. Да, и вновь больше 10 тысяч преимущества у команды ЕГЭ, вновь, потому что на прошлой карте все выглядело примерно так же, если честно, и на первой тоже, но там ЕГЭ малость оплошали, тут сейчас видим забег. Команда Virtus.pro заезжает Фобос, Элидан, заходит, находит PPD, будет ли фиссура, фиссура есть, хорошо пробивают, замечательный фраг, быстро, ювелирная работа. Ну вот только с суппорта, это обидно, то есть затраты по ресурсам довольно большие, смог прожали и время теряли, пока бегали вместе. Не, но учитывая то, что они очень сильно проигрывают, то такой каждый фраг, он там выходит в, там, как мы сейчас видим, 800-900 голды, а это уже, ну, неплохо, прибавочка, да. Конечно, забрать какого-то тини было бы круче, или тимбера, например, у которого там уже нереальный стрик. Вообще, да, подрезать ему количество зарядов на Блэдстоуне, ну сколько вы можете? 20 зарядов, 20 зарядов на Блэдстоуне. Вообще не шутки, самая вторая группа отряд, вторую карту подряд проводит просто феноменально. Да, во-первых, он сейчас будет появляться просто моментально, интересно, увидим ли мы эту фишку с чейном, с моментальной реинкарнацией тимбера, как раньше было, не знаю, может чинили, может не чинили. Что это за фишка? Но когда тимбер притягивается на цепочке, его в этот момент убивают, если он появляется моментально, он прям с респауна летит на этой же цепочке туда, где должен был быть изначально. Так, там Артизи Сирене получает прокаст, есть Слип, Айслад будет залетать, Артизи Лакуну Блейд поймал на ворсоте Аваланж, тассирует Лину прям в замес, подержать замес не этим, или Ессим, сумаил нырять дальше. Через секунду будет Чакрам, да, вот пошел Чакрам, Году обрезает путь отхода, также уничтожают Слардары, тут тоже, мне кажется, недолго осталось, да, вот он Тинибер, пошел его запиливать, еще Атос, Иллидан, уходит, но недалеко, его опять же срезают, Слардар байбэ, кстати, очень плохо. Ну да, Вивер без байбэ, калибна, без байбэ, как минимум, минус Медлини сейчас, есть еще Глиф, конечно, намного это не затянет, процесс убийства. Тут Тинин набросился на Слардар, Слардар сам-то, видимо, не понимая, увернулся от Эвелонча, Артизи, очень больно под мин с армором, под тир-4 вышками, указывается на Фобоса, вот это, кстати, может быть ошибка, потому что у Фобоса есть 100, но Тинин с блинка уходит, как же четко сыграно было-то, все, Артизи. Да, отвлек внимание, пока тиммейты ломали по раке, но там особого урона по ракам нет. Сумаил отвлекает внимание, там все отвлекают внимание, пока горит сторона. Да, 4 заряд на бластоне, как папочки, как папочки. Хорошо. Бзз. Зашел лил ультимейтус ноутбол. Не, не, не. Хотя, слушай, она дает неплохой стан. Фобос не издал форстав, и просто не вкатился в драку, стан нажал на месте. Как же не доигрывает фобос, это видно уже не первую игру. Ну ты как знаешь, бывает же, блинк сбили, а это форстав. Форстав сбили. Мы просто сбили форстав, как оказалось. С бласта залетает, пивер, вот она, бласт пипяти, хорошо, хоть какой-то фраг сделать, вот он, вот он. Ну, мурайи тут ничего не сделает, тут сторону в любом случае потеряют. Не, конечно, вот эта вся суматоха, вся эта потеря хп ребятами из ЕГЭ, это все на руку Virtus.pro, потому что ЕГЭ просто не смогут переместиться на вторую линию и дальше, дальше, дальше. Ну, это знаешь, это такое сжимание, это просто уже на плене идет с ЕГЭ. Потому что, ну, без конца лина умирает, там, вивер БКБшки тратит, и все это практически на размен одного поезда. вон шейкер просто был и нет шейкера. Ну, еще и вивера опять находят. У него 5 секунд, кстати, то таймлапс, поэтому он не успевает никак вернуться назад. Фнг тоже нападают, Фордар опять нажимает стан на месте, не форстапнувшись. Это самое полное вытирание. Это... полное вытирание пяти мужчин. Да. Ну, вообще, все-таки надо признать объективно говоря, ну, просто ЕГЭ посильнее. Виртус Про выглядит... Да, подытожив, все три карты было видно, что ЕГЭ всегда лидировали. ЕГЭ всегда вели, и если вдруг у виртусов получалось выиграть или привести ситуацию более-менее выигрышную, это все тоже заслуга ЕГЭ. Правильно ты все сказал. Да, именно так. ПП к этому матчу оказались не готовы. В принципе, они еще борются, они еще не сдаются, потерян, казалось, только медленнее, но какой вот, это просто страшно открывать графики. А там больше двадцатки. Уже... Неужели он покинет? Неужели он уберет? Неужели еще? Да наица, конечно же. Теряет 10 зарядов. У него было только что 30. Осталось 20. И он уже появился. Я делал в те моменты, когда ты там снимаешь, убиваешь противника с кучей зарядов, а у него все равно остается их 20. Ну да. Упс, придется еще разок. А еще и не раз. Надо убить. Эх, раз. И еще раз. И еще много-много раз. Да. И денег ведь не дали. Пятам. Да, отчаянно, конечно, фармит сейчас вивер, но он уже в два раза отстает от того же тимбера. Хотя, кроме тимбера, вот мы опять видим, что Сумейл очень сильно выделяется по фарму. В прошлой игре была темпларка от него, которая там на 6 тысяч эндворса опережала ближайшего преследователя. Сейчас такая же ситуация, точь-в-точь. Ну вот, неплохо, пока Сумейл тащит этих якорей из ЕГЭ. Я в краем глазах глянул, как там у нас ребят из ВЕГА жила. Но там счет 8-5 ВЕГА пока ведут. И там разменщики в пользу ВЕГА был последний. Но ребятки там сражаются. Там нет односторонней, скажем так, игры. Так что... Возможно, после качения этого раунда одна из команд будет уже в плей-оффе, а верхняя часть сетки. А может быть, обе нет. Может быть. Или так, или так, или так! Гриб! 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 Продолжение следует... Продолжение следует...